В преддверии нового 2022 года хотелось бы подвести итоги уходящего года. На территории подведомственной администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики в 2021 году жилищно-коммунальными предприятиями города проводились мероприятия, направленные на благоустройство города, восстановление дорожной инфраструктуры, а также улучшение состояния жилищного фонда. В рамках государственной программы поддержания в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020-2022 годах выполнено восстановление остекления 23 домов жилого фонда, поврежденных в результате боевых действий и усиление строительной конструкции одного многоквартирного жилого дома. В рамках государственной программы возмещения недополученных доходов за оказание жилищно-коммунальной услуги был выполнен текущий ремонт на 84 домах жилого фонда коммунальных предприятий РЭК и КПП Вахрушево. Для подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в 2021-2022 году выполнено текущим ремонтом 669 многоквартирных домов города Красный Луч. На оказанных домах выполнены следующие работы. Ремонт шиферной кровли 2969,5 метров квадратных, ремонт мягкой кровли 8417,6 метров квадратных, замена коньков 1500 метров погонных, замена труб холодного водоснабжения 601,5 метров погонных, замена труб канализации 553,5 метров погонных, ремонт межпанельных швов 1824 метров погонных, ремонт подъездов 8069,5 метров квадратных. Отдельного внимания заслуживает проводимые работы по восстановлению и укладке нового дорожного покрытия. Так, в рамках государственной целевой программы восстановления дорожной инфраструктуры Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы, утвержденное постановлением правительства Луганской Народной Республики от 24 апреля 2020 года, выполнен текущий ремонт 8362 метра квадратных дороги по улице Хрустальское шоссе города Красный Луч. За счет средств предусмотренных сметеросходов местного бюджета администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики в 2021 году выполнен текущий ремонт дорог улицы Челюсткинцев, Хрустальское шоссе, Стадионное, Рылеево, заводской проезд общей площадью 4880,57 метров квадратных. Согласно указу главы Луганской Народной Республики от 18 января 2021 года в целях изучения и сохранения истории русского народа, его культуры, языкового наследия и этнографических ценностей, 2021 год в Луганской Народной Республике был признан годом Владимира Ивановича Даля. В этой связи по социально-экономической программе развития города Красный Луч был установлен памятный знак Владимиру Ивановичу Далю в сквере по улице Интернациональная. Следует отметить добросовестную работу сотрудников КП «Горсвет». Ими проведены работы по освещению улиц города Красный Луч, установлены декоративные фонари в парковых зонах, а также в местах культурного наследия города и обеспечена бесперебойную работу светофоров. В нашем городе в 2021 году проводятся ежедневно большие объемы работ, связанные с вывозом и уборкой твердых бытовых отходов. Осуществляется мероприятие по очистке контейнерных площадок и вывозу несанкционированных свалок при содействии администрации города Красный Луч силами коммунального предприятия дорожно-эксплуатационно-ремонтно-строительного управления. И ОПЖД с начала 2021 года вывезены несанкционированные свалки в количестве 62 штуки общим объемом 1459 метров кубических. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики проведен анализ жилищного фонда дорожной инфраструктуры состояния лифтного хозяйства для дальнейшего включения данных в целевые программы на 2022-2024 года. В настоящее время в связи с обильными осадками на территории города Красный Луч, а также подведомственных территориях коммунальными предприятиями ДРСУ, КП «Городская ритуальная служба», КП «Благоустройство плюс» города Петровское, Межрайонным управлением газового хозяйства города Красный Луч, ГУПЛНР «Лугансквода» ведется активная работа по расчистке дорог от снега и посыпке их противоскользящими материалами. В свою очередь КП «РЭК» неактивно ведется работа по расчистке снега и подсыпке противогололедной смесью при домовых территориях подходных путей дорог к подъездам жилых домов, находящихся на балансе внутридомовых проездов. Хочу напомнить, что согласно правил благоустройства территории города Красный Луч, все субъекты хозяйствования обязаны содержать в надлежащем состоянии свои прилегающие территории, регулярно производить очистку от мусора, очистку от снега, посыпку противоскользящими материалами. На основании вышеизложенного обращаюсь к субъектам хозяйствования всех форм собственности, предпринимателям и председателям ОСМД. Вам необходимо проводить регулярную очистку, посыпку своих прилегающих территорий от снега. Непринятие мер по расчистке от снега и посыпке противоскользящими материалами прилегающих территорий может привести к травмам жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова